Дневник австралийского военного корреспондента Осмара Уайта, который сопровождал армию под командованием генерала Паттон. Цитирую далее. На одном участке фронта один довольно заслуженный командующий остроумно заметил, что совокупление без беседы не является братанием. Другой офицер как-то сухо заметил по поводу приказа о недопустимости братания. Определенно, это впервые в истории, когда серьезные усилия прилагаются для того, чтобы лишить солдат права на женщин в побежденной стране. Далее австралийский журналист приводит высказывания самих немецких и австрийских женщин. Одна интеллигентная австриячка сказала, что женщины больше боятся быть избитыми, чем изнасилованными, и что если американские солдаты будут достаточно терпеливы, то они вскоре поймут, что немки довольно покорны. Другая немка, берлинская прачка, высказалась по этому поводу. Девочки Гитлера очень скоро затащат ваших солдат в постель и заставят их забыть о приказах. Они не считают, что в этом есть что-то неправильное. Они получат удовольствие и после посмеются и пошутят. В Трахани нет ничего плохого. Сами увидите, скоро они станут спать с неграми и евреями. На самом деле в западной зоне оккупации сложилась ситуация, когда очень низкие продовольственные нормы для населения способствовали распространению военной проституции. Поэтому один из начальников американской военной полиции, подполковник Джеральд Бин, сказал, что изнасилования не являются проблемой для военной полиции, поскольку немного еды, плитка шоколада или кусок мыла делают изнасилование излишним. Задумайтесь над этим, если вы хотите понять положение в Германии. Из лондонской газеты Weekly Review от 25 октября 1945 года. Беспризорные молодые девушки открыто предлагают себя за еду или ночлег. Все очень просто. Для продажи у них осталась единственная вещь, и они ее продают. Как способ умереть это может быть даже хуже, чем голод. Но это отодвигает смерть на месяцы или даже годы. А вот что касается американской и английской зоны оккупации, то опять же приведу несколько цифр достаточно любопытных. В журнале Time сообщалось, что американское правительство ежемесячно поставляет своим солдатам примерно 50 миллионов презервативов с живописными иллюстрациями по их использованию. При этом специальным приказом президента Рузвельта браки с неполноценными немками были категорически запрещены. Еще один факт. Когда жены американских солдат приехали в Германию, но это уже было после окончания боевых действий, они получили специальное разрешение носить военную форму, потому что их мужья не хотели, чтобы оккупационные войска по ошибке приняли их за Фрёвлен со всеми вытекающими последствиями. И, наконец, некий доктор Стюарт в медицинском отчете, представленном генералу Изенхауру, сообщал, что за первые шесть месяцев американской оккупации уровень венерических заболеваний возрос в 20 раз по сравнению с уровнем, который прежде был в Германии. Спасибо.